Торговая неделя завершается отработкой полученной вчера информации. Это итоги заседания ЕЦБ и данные по инфляции в США. Календарь сегодня практически пуст. Вниманием могли удостоиться лишь новости относительно тенденции британской промышленности. В годовом выражении темпы роста промышленного производства Великобритании ускорились с 3,6% до 27,5%. В месячном же выражении наблюдается спад на 1,5%. Резкий рост в годовом выражении стал возможным только за счет эффекта низкой базы, тогда как по факту наблюдается явный спад промышленности. Именно это и стало причиной для определенной коррекции по фунту. Единая же европейская валюта тоже пошла вниз, хотя ее рост вчера был гораздо меньшим, нежели по фунту. Так что никакой локальной коррекции по евро явно не назревало. Но в данном случае все дело состоит в Европейском Центральном банке, который по факту объявил о расширении программы коричневого смягчения, пусть лишь в ограниченном временном промежутке. Вчера же только информация в США не позволила единой европейской валюте резко упасть вниз. Так что до конца сегодняшнего дня мы будем наблюдать постепенное ослабление как евро, так и фунта. И евро уже начал свое снижение. Валютная пара евро-доллар в период вчерашнего торгового дня проявила достаточно высокую волатильность, которая в моменте способствовала пробою уровня поддержки на 1,2160. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что контрольный уровень 1,2160 все же был пробит. Только не стоит забывать, что следует подтвердить факт пробоя на 4-часовом периоде. А валютная пара фунт-доллар вслед за европейским собратом проявила высокую активность в период вчерашнего торгового дня, где под удар попала нижняя граница бокового канала 1,4100. Следуя из графика, на 4-часовом периоде можно увидеть, что продавцам так и не удалось зафиксироваться ниже сигнальной отметки 1,4080, и в итоге пробой оказался ложным, и мы увидели очередной отскок цены вверх от нижней границы. Анализируя текущий торговый график, наблюдается отскок цены от границы верхней на 1,4200 по нисходящей траектории. Напоминаем, что изменение имеющегося такта может возникнуть при соблюдении ряда условий. Одно из них – это удержание цены ниже, чем 1,4080 на 4-часовом периоде, либо удержание цены выше, чем 1,4200. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!